На телеканале Лаба Время Новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте! В этом выпуске. Учитель пусть тебя сто крат восславят, вас благодарят. Подведены итоги районного конкурса «Учитель года-2016». Жилищный кооператив «Бествей» предлагает альтернативу ипотечному кандидатованию. Завершился 23-й районный конкурс «Учитель года-2016». Торжественная церемония закрытия и награждение состоялась в конце минувшей недели. Конкурсанток поздравил глава района. Александр Сачков вручил диплом победительнице. Целый месяц участницы конкурса выполняли задания, давали открытые уроки в незнакомых классах. За всем внимательно следила строгая жюри. У каждой из конкурсантов разный опыт и стаж. У каждой желание победить. При подготовке к такому конкурсу очень много материала перерабатываешь. И за короткое время колоссально много информации узнаешь для себя, для опыта работы. Конкурс – это всегда новый виток развития. Это новые педагогические идеи. Участие в конкурсе дает нам общение с замечательными людьми. Также мы обмениваемся опытом. Учителя начальных классов и предметники, преподающие математику, физику, русский язык, биологию, географию, кубановедение, основы православной культуры. Каждая из них демонстрирует профессиональное мастерство, способность дать знания детям, научить их предмету, используя свои лучшие наработки. Но в то же время учителя говорят и о возможности самим научиться новому. Для меня конкурс – это в первую очередь опыт. Колоссальный опыт, который я получила во время подготовки, общения с жюри, делились опытом бывшие конкурсанты. Я считаю, что мы уже переступили, точнее за себя могу говорить, переступила уже на какой-то новый, высокий более уровень. И вот финал конкурса. Десятки коллег, директора школ, представителей власти и духовенства стали свидетелями оглашения результатов конкурса профессионального мастерства. Девять участниц поднялись на сцену, они до последнего не знали имя победительницы. Для вручения диплома победителя конкурса «Учитель года-2016» в номинации «Учитель основ православной культуры» пригласили священнослужителя. Отец Дмитрий – частый гость в школьных коллективах и сам знаком с педагогической деятельностью. Я вас понимаю, тоже как священник, прихожу в разные аудитории, иногда меры не знаю, не знаю, где остановиться. Поэтому всех, конечно же, поздравляю, учителей, и давайте тогда награждению. Диплом в этой номинации получила Елена Матушкина, учитель начальных классов средней школы номер 11 города Лобинска. Еще один диплом победителя конкурса «Учитель года-2016», но уже в номинации «Учитель кубановедения» уходит в 11-ю школу. Чистякова Светлана, учитель начальных классов средней школы, стала лучшей. Награду вручил Александр Семеряков. От имени главы городского поселения он поздравил всех с завершением конкурса и пожелал удачи на педагогическом поприще. Зам главы городского поселения вручил грамоты всем участницам конкурса. Конечно же, имя победительницы держалось в секрете, и вручать награду вышел глава Лобинского района. Каждый год мы с вами проводим этот конкурс, каждый год вы оттащиваетесь, совершенствуете свое мастерство, и это сказывается на результатах. Вот давайте такой один момент с вами определим, что Лобинский район, школа Лобинского района, образование в целом находится в первой десятке районов Краснодарского края. Я хотел вас всех поблагодарить, сказать вам огромное спасибо, потому что вы свои работы закрываете очень большой фронт, самый главный фронт. Вам доверены дети. И, наверное, каждая семья надеется, что скажет моему ребенку-учитель. И поскольку уже много лет тоже работаю здесь, хочу с удовлетворением сказать, что, знаете, и скромность, и успех, и мудрость, и высокое мастерство все есть у педагога Лобинского района. Лучшей в конкурсе «Учитель года-2016» стала учитель русского языка и литературы из 14-й школы Станицы Владимирской Татьяна Кнышук. Поздравление главы района, начальнику управления образования, диплом победителя и пеликан-эмблема конкурса. Все это с аплодисментами зала победителю конкурса «Учитель года-2016». Для меня это стало вообще полной неожиданностью. Я, конечно, пришла на конкурс почувствовать себя, проверить свое мастерство, свой педагогический талант. Я не ожидала, конечно, что меня так оценят в первом месте. Но, конечно, переполняет гордость в первую очередь. Я копила материал, который можно было потом предоставить, показать. Все, что было на мастер-классе, это результат моей работы до сегодняшнего момента, как я, как учитель, себя реализовала. Татьяна Кнышук будет представлять Лобинский район на краевом конкурсе профессионального мастерства. За время проведения районного этапа учителя многому научились, стали на более высокую ступень педагогической деятельности. А значит, это должно отразиться на качестве и уровне образования лобинских школьников. Прежде всего, это профессиональное развитие. Учитель, который будет, если он будет сидеть на месте и ничем не заниматься, то, к сожалению, развитие не будет в учебном процессе. И качество знаний и качество учебных и творческих успехов детей, они не будут прогрессировать. Поэтому для каждого учителя важно участвовать в профессиональных конкурсах. Это не только дает творческое развитие. Это, прежде всего, такой, скажем, поиск каких-то идей, поиск каких-то приемов для того, чтобы, опять же, улучшить качество образования тех детей, которых учат учитель. Альтернативу ипотечному кредитованию предлагает жилищный кооператив «Бест Вэй». Офис Санкт-Петербургской компании работает в Лобинске. Его руководитель поделилась с журналистами хорошей новостью. В марте жилищный кооператив стал обладателем главной национальной премии за социально значимый проект предприятия 2015 года. Наталья Литвиненко расскажет о работе кооператива. Вопрос приобретения жилья сегодня стоит остро для многих жителей, как городов, так и сельской местности. Решить эту проблему предлагает жилищный кооператив «Бест Вэй». Он входит в число лучших. Об этом говорят многочисленные награды и премии. Кооператив «Бест Вэй» входит в холдинг компании «Лайф из Гуд», который был признан в 2014-2015 году как национально значимое предприятие. Кооператив «Бест Вэй» был награжден премией «Финансовый Олимп» как лучшее предприятие в России со своей жилищной программой «Бест Вэй», которая дает возможность людям, всем буквально, жителям Российской Федерации, и тем людям, которые не обязательно быть гражданином Российской Федерации, могут приобретать объекты недвижимости в любом регионе Российской Федерации. Основатели жилищного кооператива «Бест Вэй» разработали очень удобную схему участия в проектах. В первую очередь нужно вступить в кооператив, затем выбрать объект недвижимости в любом уголке России и внести 35 или 50% стоимости. Остальную сумму доплачивает кооператив. Пайщик будет выплачивать ее в течение 10 лет и, конечно же, с процентами, но они будут небольшими – всего 2 или 6%. Это уникальная возможность дать людям возможность жить в собственном жилье, не обремененной банковской ипотекой. Очень часто задают вопрос, почему ваша ставка 2,6%. Люди не верят, потому что по средствам массовой информации идет огромная реклама банковской ипотеки. На сегодняшний день банковская ипотека с сегодняшнего дня, государственная поддержка, все-таки ставка рефинансирования 11%, и многие банки повысили свою ставку 12-14%. Мы, как некоммерческая организация, мы независимы от ставки рефинансирования. Если банк, он занимает деньги от Центробанка по ставке рефинансирования, а потом продает эти деньги клиентам, тем самым он, как коммерческая организация, зарабатывает на этом. Кооператив Bestway – не коммерческая организация. Она не занимает деньги ни у одного банка. Бюджет складывается из людей, которые вступают в кооператив, из людей, которые накапливают на своих счетах, из людей, которые 35-50% вносят, и те люди, которые уже рассчитываются за объекты недвижимости. Тем самым собирается сумма паевых взносов на приобретение жилья, а вступительный взнос и проценты, которые люди платят, они идут на жизнедеятельность кооператива. Тем, у кого нет денег для первоначального взноса, отчаиваться не нужно, говорят специалисты кооператива. Bestway дают возможность постепенно накапливать сумму, перечисляя ежемесячные платежи на специальный счет в Сбербанке. Если человек копит в течение года по 10 тысяч ежемесячно, когда он накопит 35%, ему будет предоставлен займ по 4% годовых. Если он копит по 20 тысяч ежемесячными платежами, тогда при накоплении суммы 35% ему будет предоставлен займ по 3% годовых. То есть, чем больше он платит ежемесячный взнос, тем меньше процентная ставка ему предоставляется при займе. Маловажно отметить, что все деньги кооператива, пайщиков кооператива, которые идут на приобретение жилья, находятся на целевом счете Сбербанка. Целевой счет Сбербанка строго контролируется Министерством юстиции. С этого счета невозможно снять деньги и положить в карман, и председателю кооператива убежать с этими деньгами. Они идут только строго по целевому назначению на приобретение объекта недвижимости для пайщика. Главная цель компании Bestway – создать систему улучшения жилищных условий для всех членов кооператива, в который сегодня входит более 450 человек. Пайщики живут в разных регионах страны. Все участники кооператива при соблюдении условий гарантированно получат жилье. На одном из федеральных телеканалов депутат Государственной Думы Сергей Миронов назвал жилищный кооператив Bestway альтернативой ипотечному кредитованию. За год работы наш кооператив приобрел более 40 объектов недвижимости на территории Российской Федерации и Казахстана. Возможность кооператива приобретать объекты недвижимости можно коммерческую недвижимость, некоммерческую недвижимость. Любую недвижимость, которая ликвидна, можно приобрести в любом регионе. Наши лобинцы подали заявки на приобретение объектов недвижимости в Краснодаре, в Сочи, в Джубге и в Санкт-Петербурге. Сотрудники компании гарантируют полную прозрачность работы жилищного кооператива для пайщиков через личный кабинет на сайте Bestway. На страницах отражена вся информация, в том числе очередность пайщиков. А тем, кто хочет узнать информацию, что называется, из первых уст, сотрудники кооператива готовы выехать в любую организацию и проконсультировать. Мы себя не навязываем. Мы говорим, что такая возможность есть у каждого жителя нашего города. Есть возможность приобрести себе жилье благодаря нашей жилищной программе. На это есть все условия, на это есть все возможности. Консультации в нашем городе проводятся с 12 часов до 19. Это рабочее время. Поэтому, если есть желание у работодателей дать возможность своим работникам узнать о нашей программе в рабочее время, мы можем прийти на предприятие, мы можем приехать в любой район, в любой администрации нашего района и рассказать о программе. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Алаба». Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». «Окнопарк» – это надежные окна по доступным ценам. Сейчас реклама, затем Ирина Бирюкова расскажет о погоде. Этот выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Только в «Окнопарке». Окно метр двадцать на метр тридцать. Одно положение открывания с подоконником и отливом. Всего четыре тысячи пятьсот рублей. «Окнопарк». «Лабинск». Международная, 58. Телефон 8-918-354-58-48. «Окнопарк».